Итак, друзья, продолжаем наш рассказ о путешествии в Боливию и Перу. Я вам уже рассказал, что вначале мы прибыли, еще раз повторим, в Лиму, это столица Боливии. Из Лимы у нас был перелет в город Арекипу. И в городе Арекипа у нас было два дня. То есть заодно акклиматизация, привыкание к высоте. И дальше мы поехали уже на город Пуна. Переходим сейчас, то есть вот здесь была бы такая вот дорога. И переходим на более крупную карту. Вот наша Арекипа. И по этой дороге, мимо большого озера, мимо горной гряды, там перевал был очень красивый, мы едем на город Пуна. Вот город Пуна. Это у нас будет как раз окончание второго дня после Арекипы. И город Пуна находится как раз на границе озера Титикака. И вот здесь у нас начинается уже в самом деле очень интересное событие, потому что у нас уже кончились стандартные музеи, улицы, кварталы. И начинается в самом деле интересная туристическая жизнь. И сегодня я вам расскажу как раз о том, как закончился у нас день в Арекипе и дорога на Пуна. И вот, друзья, мы уже утром выезжали из Арекипа. Это последние наши прогулки. Вы такие видите вот фигуры у них на очень многих зданиях, на храмах такие фигурки, какие-то святые. И наши туристы записывали селфи. Там один парень, он вообще делал целую серию этих селфи. Он, как оказалось потом, он записывал целый фильм. И этот фильм он выпустил об этой поездке. Мы снова пришли на площадь возле главного собора Арекипы. Там довольно-таки чисто, аккуратно, и можно было сделать последний такой снимок на восходе солнца. Последний снимок этого органа прекрасного. Сейчас я вам покажу еще небольшой отрывок из этого концерта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее пошли мы еще по вечерним улочкам Арекипы. Эти улочки такие как бы неприметные, но тем не менее нужно было пойти по ним, посмотреть, как же там народ живет подальше немножко от центра. Ну, как бы там уже идет уже в самом деле беднота. А центральная площадь, конечно же, красивая. Там фонтаны, подсветка, народ гуляет. Причем очень многие люди приезжают из окраин, чтобы здесь в центре посидеть в кафе. А это знаменитое узелковое письмо, то, что индейцы использовали вместо письменности. И вот об этом письме очень интересно маленькое такое лирическое отступление. Я расскажу, как они его использовали. Теперь кратко об узелковом письме. Дело в том, что узелковое письмо применялось во многих частях мира, но вот в Андах мы его видели впервые. Хотя есть примеры узелкового письма даже в Китае. Но то, что в Андах применяется, еще инки применяли это узелковое письмо. И с помощью такой записи они пытались регистрировать взаиморасчеты, взимание налогов, какие-то сообщения. И до конца еще узелковое письмо не расшифровано. Есть очень много различных предположений о том, как это осуществлялось. Но основные, скажем так, позиции сейчас уже известны. Кип называется это узелковое письмо, само письмо Кипу. Кипу разделяется на несколько участков, которые несут ту или иную информацию. Основная горизонтальная нить, это толстая нить, она идет как бы более толстая. На ней могут крепиться другие нити, которые идут уже перпендикулярно от основной нити. И на них делаются узелки. И как раз количество этих узелков, там даже цвет нитей, они тоже кое-что обозначают. Сами узелки могут быть там двойные, тройные и так далее. То есть это очень такая сложная система, но тем не менее люди, которые обладали знаниями, как это все пишется, они с помощью этих Кипу посылали информацию друзьям, знакомым и в том числе и в налоговые органы. Вот такая интересная история. Вообще, конечно, об этом можно узнать довольно-таки подробно в более серьезных источниках. И дальше мы сели в автобус и поехали уже по дороге на Пуна. Ехали через горы, потихоньку поднимались выше и выше. И мы наблюдали уже по окраинам дорог такие столпотворения местных автомобилей. Но это не автомобили вообще-то, а это такие маленькие мотоциклы трехколесные, в которых сделаны кабинки крытые. И они обычно берут там двух пассажиров и могут там разъезжать по городу. Мы тоже в Пуна взяли такой автомобильчик, но это, конечно, ужас. Во-первых, начнем с того, что сам этот рулевой не знал, куда везти в центре города по адресу, который мы указали. То есть еле-еле нашли нашу гостиницу. Во-вторых, в этой машине все трясется, все трещит. Ну, короче, легче было пешком пойти, чем брать вот этот автомобиль непонятный. И когда мы ехали уже по горам, уже возникали красивые такие пейзажи, горы такие обветренные. Причем эти скалы, они такие, знаете, как вот, очень похожи на Димирджи в Крыму. Тоже такие обветренные, высокие, такие шишки стоят, вот, столбики. И что интересно, в Боливии и в Перу у них очень хорошие дороги. То есть там, где идет трасса, в самом деле, все ухожено, все чисто. Это не то, что у нас. У нас едешь по любой трассе, будь то автобан, так называемый, Одесса-Киев, либо местные дороги, все разбито. Там дороги все держатся в целости и сохранности. И разметка везде видна, хотя страна бедная, но дороги хорошие. И это мы подъехали на один базарчик. Там есть вдоль дороги, обычно ставят, как у нас тоже самое делают для туристов, базарчики такие. И народ там торгует всякими изделиями, в основном из ламы. То есть они берут шерсть из ламы и делают то коврики, то шапки, то какие-то жилетики. Они делают там еще пончо, шляпы различные. Там много интересных товаров. Конечно же, наши туристы сразу набежали и это все начали покупать. Ну вот это вот пример шапки из ламы. Дети у них хорошенькие. Замарашки, конечно, но вообще они такие детки глазастые и хорошие. Причем не злые, все добрые. А это местный индейец демонстрирует коврик, который он продает. Наши туристы набежали на эти шапки и начали все фотографироваться с шапками этими. А это как идет торговля. Вот тоже наш турист купил себе пончо и он торговался с тетенькой, чтобы подешевле было. Это еще раз такие скалы, которые мы проезжали. А это вот интересная такая типичная квартира местных перуанцев. Дело в том, что вот вы видите, у них на крыше продолжаются как бы столбики из металлических конструкций, которые обычно заливаются бетоном. Так вот, они крышу не делают на своих домах, потому что у них очень большие семьи. И когда семья вырастает, если дети решаются жить с ними вместе, то они вот эти столбики используют как продолжение следующего этажа. То есть вот эти вот металлоконструкции, они потом заливаются бетоном и возникает такая вот как основа для третьего этажа. Почему они не делают заранее все этажи? Потому что у них налоги большие. Если они сделают больший этаж, то будет больше налогов за площадь. А так они последний этаж используют для того, чтобы там сушить белье и ставить солнечные батареи, коллекторы солнечные. Вот, а если появятся дети, то дети достроят уже следующий этаж. Еще раз такие автомобильчики в городе. А это как перуанки и боливийцы то же самое. Носят своих деток. Дело в том, что у них коляски, естественно, не используются, потому что везде горная местность, везде, где есть какие-то тропинки горные, там коляски не поедут. Поэтому там, где есть плохая поверхность, а там она в 95% территории плохая, кроме шоссе, то деток носят в таких вот платках. Эти платки наворачивают на спину. Причем очень интересная процедура заворачивания ребенка на спину. Они вначале расстилают на полу этот платок. Там как-то его очень хитро заворачивают. А потом одним таким движением, ну мне было страшно за ребенка, но они, видимо, к этому привыкли, они уже знают, как это делать. Они так размахивают это дело и сразу же на спину этого ребенка. Так что у них это все уже отработано веками. И мы по дороге попали на местную свадьбу. Причем нас перуанцы приняли, и наши туристы вообще пошли с ними танцевать вместе на этой свадьбе. Перуанцы были приветливы и с нашими туристами тоже как бы хорошо общались. И вот вы видите, у них один из аксессуаров. Это считается у них такой обязательный аксессуар для женщины. Вот такая шляпка. Причем там у них целые мастерские работают, выпускают такие шляпки. И это довольно-таки дорогая история. Вот все в таких шляпках. И недалеко от этой свадьбы мы попали как раз тоже на берег небольшой, возле какого-то очень большого красивого озера. Это уже был заход солнца, поэтому мы уже были на закате. А это снова этот же берег озера, закат. И вот совсем закат. Ну и местный ребенок, реакция на подаренную конфетку. И когда мы уже приехали в город Пуна, мы поселились в гостиницу. Гостиница была неплохая. Но, что интересно, там были какие-то ребята, мотоциклисты, которые путешествовали на своих мотоциклах. И они сами мотоциклы завозили прямо в гостиницу, потому что боялись, что ночью кто-то их украдет. У гостиницы не было своего гаража, поэтому мотоциклы держали прямо внутри в холле. И вот ребята выезжали как раз уже в путь. И вот закончился наш день, когда мы приехали в Пуна. И до следующей серии. Там дальше будет уже очень интересно. Дальше у нас начинается уже поездка по озеру Титикака.